Миноборона Армении 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 не в тенденции к разрешению, мы имеем с вами момент какой? То момент разговорный, то есть более-менее тихий, то момент стрельбы, напряжения взаимных, непридуманных либо непридуманных обвинений. Пока сегодня ситуация такая. Ну хорошо, но ведь шли переговоры и идут, кажется. Да. Смотрите, ваш конфликт, ну, первый вывод, который я могу сделать. Переговоры шли, уже подключаются старшие братья вокруг, со всего земного шара, так сказать, на сторону Армении, на сторону Азербайджана, на обе стороны и так далее, и так далее. Но, повторяю, это не меняет самого конфликта на земле. То есть на земле все равно будут действовать так, как действуют. Да, там наверху большие люди, политики что-то говорят, что-то друг другу обещают, как всегда непонятно что, как всегда разъезжаются с большим количеством вопросов, чем ответов, а внизу происходит реальный конфликт между людьми. И поэтому я думаю, что конфликт на сегодня ваш, он относится... Ведь почему он идет долго? Вот смотрите, почему этот конфликт такой региональный, но очень тяжелый, очень вязкий, очень труднопрогнозируемый. Объясню вам почему. Потому что он территориальный. Все территориальные споры в мире, их очень боятся как огня. Пример специальной военной операции России и Украины. Понимаете? Все, что связано с землей, это страшно, это страшно в это залазить. Привожу вам пример. Ну, с точки зрения, например, просто численности вооруженных сил. Могла бы, мог Азербайджан давно уже запалить, так сказать, застрелять все вокруг и забрать эту территорию? Мог. Мог. С точки зрения объема вооруженной силы, количество людей, вооруженных формирований и количество оружия, которое есть в Азербайджане. А 30 лет назад было как раз наоборот все. Конечно, конечно, вы правы. Да. Может забрать? Конечно, может. Не забирает? Оказывается, не может. Имеет все для того, чтобы забрать, но боится забирать. То есть, другими словами, тема настолько сложная, настолько триггерная, как говорят психологи, политические технологи, настолько она вот сразу резонансная, что Азербайджан, конечно же, трусит. Он трусит разруливать это. Сергей, насколько правильно это преподнести как территориальный спор? Ну, видите, речь идет о самоопределении простого. Слушайте, но все равно все, что касается спора на земле, это все политические слова. Самоопределение. Территориальный спор решился во время войны. Три года назад. Понятно. Но смотрите, что на самом деле, вот что сегодня мы с вами имеем, вот с точки зрения сейчас здесь, на 10 марта. Мы имеем с вами, что есть земля, к этой земле имеют свои исторические претензии одна сторона и другая сторона. Может любая из этих сторон резко начать какие-то переговорные вещи и забрать эту землю? Принципиально может и Армения, и Азербайджан. Почему не забирает? Почему идет от болтовни до отдельных каких-то расстрелов и отдельных, значит, стрельбы? Все очень просто. Тот, кто сделает резкий, резкая забор этой земли с точки зрения, вот стоп, я забрал эту землю, тот первый получит мировое и все остальное презрение, как хотите это слово, так сказать, вопросики и прочее. Даже если, повторяю, ты забираешь свое, ты даже если ты забираешь свое, то ты все равно получаешь кучу проблем. Вот поэтому ваш конфликт отлеет. Да. Интересно, что разведслужба США сообщает о вероятной эскалации со стороны Азербайджана. Как часто прогнозы ЦРУ сбиваются? Вы знаете, прогнозы ЦРУ сбываются, я понимаю, я видел, тоже читал этот прогноз, что там, так сказать, более нагнетание, больше энергетики вашего конфликта. Я тоже читал ЦРУ. ЦРУшные прогнозы сбываются на 10-12%. Они не угадывают от слова совсем. Ну, например, просто вам навскидку. Они не угадали, что Китай станет крутой державой. Они 10 лет с 2000 года, они до 2015 года так и не увидели, что Китай, оказывается, может стать монстром. Они не угадали пандемию. Они не угадали то, что будет выиграть Байден. Они Байдена не просчитали. ЦРУ не просчитало, что президентом может стать такой человек, как Байден. Они думали, что все идет ого-го. Они не просчитали пандемию. Они не просчитали то, что Россия, так сказать, они посчитали, что Россия слабая страна. А почему? Они считали, что Россия к 2020 году, например, будет иметь только одно право управлять своим голосом. Только в ООН. Голос в ООН. На самом деле все не так, мы видим, что происходит. То есть, другими словами, прогнозы ЦРУ, это знаете, как они делаются? Технология прогнозов. Это ЦРУ делает заявки. Заявки. В ЦРУ таких людей нет. Это раздается футурологам. То есть, люди, которые якобы что-то там видят будущее каким-то своим странным способом. И эти люди собирают там тысячу-две тысячи человек. Они накидывают. Так что, слушаем, но делаем свое. Да, жаль, что нет прогноза ФСБ. Нет, хороший вопрос. Прогнозы ФСБ, это прогнозы всегда тайные. Они никогда не явные. Вот, что еще интересно. Новый посол США в Армении посетила место въезда в Лачинский коридор. Интересно, нет? Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что посол американский, новый в Армении, получил команду, получил команду, точнее так, получил перечень главных проблем, которые нужно лично поприсутствовать. Главная проблема, безусловно, так сказать, с точки зрения вот этой партитуры, по которой, так сказать, сказано, куда пальчик засунуть американский, это, конечно, Лачинский коридор. И поэтому посол, естественно, поехал в Лачинский коридор, посмотрел вживую, пока ничего не сделал, просто увидел физически глазками и понял для себя, что, а, галочку поставил, это, да, действительно, тут проблема коридора. Русский посол посетил, не Лачинский коридор, а Блеск очень там был. Да, 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 да. Знали это, да? Да, Блеск там был, да. Соревнуются, что ли? Это обычная норма послов, почему? Ну, все американские послы, это же работники либо ЦРУ, либо АНБ, то есть Агентства национальной безопасности, у них две специальности, у послов американских две специальности всегда. Это одна дипломатическая. А российские послы, чисто гражданские лица. Кто-кто? Послы у России, чисто гражданские лица. Ну, у России, если честно, вы знаете, хороший вопрос, у России вообще, если честно, насколько я знаю и сколько я погружался в эту тему, в российском посольстве есть иерархия. То есть посол настоящий, нет, понятно, что и посол тоже, но он не работник, по крайней мере, спецслужб, это точно. Он дипломатически имеет, как бы, дипломатические корни. Вот, а вот там вокруг замы, там консулы, всякая-всякая история, там, понятно, у спецслужб специально, конечно... Ладно, Сергей, давай угадать, зачем следом американского посла посетили Куперкин туда? Кто посетил, прошу прощения? И российский посол поехал туда. Ну, потому что, вы же понимаете, что единственные кому, вот если, условно, заинтересованность в решении конфликта... Ну, там нет информации, они там встречались или нет, побеседовали? Нет, конечно, я думаю, нет. Нет, посмотрите, что важно? Важно понимать, что два старших брата, условно, в кавычках брата, с маленькой буквы, политических брата, они друг за другом и ходят. То есть они тоже хотят влиять, российский посол тоже, так сказать, обязан, так сказать, посмотреть глазками, что происходит, и написать соответствующий документ на тему, посетил, посмотрел, так сказать, вот масштабы катастрофы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!